Знаешь, лично для меня лечение при помощи старой, доброй, родительской, синей лампы, самое приятное в мире. Вот, всё моё детство, я помню, как меня мама лечила при помощи этой лампы, моего брата, папу, себя. Более случаи, когда я даже играл при помощи этих ламп, выстраивал, чем мне танк, смотри, одну расколотил, папа очень сильно ругался, купил другую. Мне кажется, даже где-то старая такая лампа до сих пор лежит у отца в квартире. Да чего, мне кажется, в квартире каждого гражданина нашей страны есть такая лампа. Но правильно ты, Витя, заметил, что подобные лампы использовали и используют сейчас для лечения некоторых заболеваний. Потому что такая лампа, это фактически сухое тепло. Её применяют как в домашних условиях, так и в условиях физиотерапевтических кабинетов. То есть ей прогревают и таким образом лечат некоторые заболевания. А бытовые рециркуляторы не используются для лечения. Их используют для профилактики простудных заболеваний. Рециркулятор Армет. Бактериям и вирусам нет. Давай попробуем понять, как работает этот прибор. Я снова обращаю внимание на инструкцию. Итак, здесь написано, что работают эти приборы следующим образом. Под защитным корпусом, я понимаю, что это это, либо вот эта история, установлены ультрафиолетовые безозоновые лампы и вентилятор. Я даже слышу, как он гудит. Значит, с одной стороны входит грязный воздух, а с другой стороны выходит чистый воздух без микробов, вирусов. То есть я так понимаю, что этот вентилятор, который в данном случае располагается здесь, а в данном случае, наверное, снизу, да, вот здесь снизу, он прогоняет этот воздух вдоль ультрафиолетовых ламп, собственно говоря, очищая его. А вот у этого прибора, я смотрю, здесь даже есть таймер небольшой, который позволяет выставить время от 15 до 90 минут, я так понимаю, что в зависимости от объема помещения. Только у меня остается один вопрос. А куда правильнее ставить эти приборы? В центр помещения, повыше куда-нибудь, пониже? Где правильно размещать их? Витя, я думаю, что нет совершенно никакой разницы, каким образом размещать подобные приборы. Их можно повесить на стену, их можно положить на шкаф, а можно поставить в углу комнаты. Самое главное, чтобы они выполняли свою функцию, то есть обеззараживали воздух в помещении.